Возможно ли полностью отказавшись от воды, пищи и сна оставаться энергичным и здоровым человеком? Философия и практика бизнесмена Евгения Протопопова говорит, что это реально. Сегодня он расскажет о своем необыкновенном опыте, благодаря которому его жизнь изменилась до неузнаваемости. Да, распорядок это всегда более спонтанно, чем было прежде, когда были планы, были какие-то четкости. И будильники звонили. Сейчас этого нет, а есть потоковый процесс, и он чудесный. Потому что после вегетарианства, обладая уже опытом медитации, я уже 20 лет преподаю медитативные практики, как мы знаем, передача знаний – лучший способ познавать самому. Поэтому во мне цветок медитации расцветал, и это происходит, расцветает во мне, и я нахожусь все более и более в контакте с реальностью здесь и сейчас. И поэтому я пришел к более разумному еще этому методу питания термически необработанной пищей – фрукты и овощи. И фрукты и овощи, если мы не убиваем их термической обработкой, то они уже не убивают нас. Поэтому увядание ушло куда-то. У меня удивительным образом, мне 70 лет, но я себя настолько шикарно чувствую, как не чувствовал себя даже в юности. В 17 лет я мог присесть только 40 раз. Это был для меня рекорд. Потому что молочная кислота, аммиак заливался в мышцы, и были жуткие боли. Но вот недавно я присел 1020 раз, я 25 минут приседал, и у меня мышцы не болели. Более того, последние 100 раз я присел в тройном темпе, потому что гости пришли, попросили меня, чтобы я спустился. Я на даче после пробежки полутора километров и купания в озере прибежал. Мне захотелось подняться на второй этаж, открыть окно и далеко приседать тысячи раз. Потому что до этого я приседал 640, только у меня был рекорд. А тут ребята пришли, говорят, Евгений, надо срочно поговорить, спустись, пожалуйста, нам надо торопиться, уезжай. Я говорю, осталось мне 100 раз, подождите немножечко. Я решил 100 раз эти присесть в тройном темпе. И вот я после 900 раз увеличил 3 раза темп и стал прислушиваться к мышцам. Они мне говорят, ты хоть целые сутки приседай, нам все равно. Представляете, как удивительно работает чистое тело, которое я очистил сырой пищей. Фрукты и овощи можно есть хоть круглые сутки. Но, как ни удивительно, чем более чистая пища, сырая пища, здоровая, живая, тем меньше желания ее есть. Поэтому вовсе не обязательно есть так часто. Более того, сейчас я очень редко ем. Я ем далеко не каждый день. И я сплю тоже не каждый день. Я сейчас не сплю горизонтально, потому что горизонтально, если мы располагаем свое тело, из каждой чакры факел горит, он рассеивает энергию, уходит она из позвоночника. А когда мы вертикально, так я сплю, то 10, 15, 20 минут и вы высыпаетесь, восстанавливаетесь. Почему? Потому что много энергии приходит по позвоночнику, каждый факел входит в следующую энергию факела. И все это доходит до мозга. Мозг перезагружается в глубоком сне, и тут же выходит этот человек из этого сна. Получается, мы восстанавливаемся очень быстро. Это технологии спас, казачий спас называется. Вы можете тоже почитать в интернете. Казаки спали, охраняя границы. Вот так вот, в стоге сена, вертикально, и все время бодрыми, потому что быстро восстанавливали свою энергетику. Вот так вот вы можете прибавить в своей жизни треть практически, которую тратит человек на сон. Сон – это маленькая смерть, и она переходит в большую. Как мы знаем, что 80% людей умирает в постели. Почему? Потому что они всю жизнь рассыпали свою энергию на борьбу со своим телом неправильной пищей, термически обработанной пищей, еще и мясной. Очень много энергии идет на выживание, чтобы выжить от этой трудной пищи. Мы тратили энергию на переработку неправильной воды, которую пили. Чай, кофе – это все испорченная вода. Мы выпускаем суперочиститель воды, который на сайте расцвет.рф, вы можете посмотреть про него и прочитать. Я пил эту воду 9 лет. 11 лет назад я встретился с этим очистителем. Но сейчас я уже 2 года не пью воду, я только купаюсь в этой воде. Потому что этот прибор создает бульон из антиоксидантов, как высокогорье, на уровне 5000 метров, где живут хунзакуты, племя, которые живут до 250 лет. Вот практически живя в чудесных городах, мы можем, пользуясь этим очистителем, создавать эти условия, в которых антиоксиданты будут из этой воды приходить в наше тело, очищая его от радикалов. И можем удивиться, как много энергии прибавляется в теле. Вот почему мне не надо много времени для сна. Вот почему у меня круглые сутки обилие энергии. Я занимаюсь разными видами спорта. Я бегаю спринтерские дистанции, поднимаю сверх тяжести. Сверх тяжести я поднимаю 900 килограмм ногами и 485 руками я поднимаю вес, одним весом. И это удивительно, что так много сил, чего раньше не было. Я на фитнес прихожу, максимальные веса на всех тренажерах ставлю, я поднимаю их легко. Таким образом я сейчас тренирую свое тело. В 70 лет я решил заняться бодибилдингом. И еще я хожу на кросс-фитнес, там мы со штангами, с гирями бегаем, на выносливость, на силу тоже. Даже я внука вожу на паркур, и там паркуром занимаюсь. А так и прыжки в длину, в высоту, на легкой атлетике, мы все имеем эти вопросы. А так я на велосипеде по ночам, вместо сна я проезжаю, даже дни были за ночь, я проезжал 150 километров за ночь. Причем не уставая, в том темпе, который комфортный для меня, радость приносящий. И удивительно, тело меня только благодарит, вы понимаете. А так и большой теннис, и горные лыжи, у нас здесь прекрасные есть трассы, даже черные трассы по ним я ношусь. В общем, все удивительным образом. А так я на фитнесе, там чудесный бассейн с озонированной водой, я плаваю по ночам, бутерфляем, с моноластой. И удивительно, что на все это море энергии, вот что такое перейти на живое питание и редкое питание. Сейчас я питаюсь один раз в несколько дней, там 4, 5, 7 дней, по-разному. Я иду к тому, чтобы питаться один раз в 13 дней. Почему в 13 дней? Я просто предлагаю перевернуть пирамиду. Мы жили всегда разрушая себя, 11 месяцев питаясь мертвой пищей, убивая своего самого близкого друга, каким является наше тело. Но я предлагаю наоборот, эти 11 месяцев очищать себя. А 12 месяцев, которые люди тратили на очистку, я предлагаю его распределить на весь год. Это получится один день в 13 дней. Пойдите куда угодно в ресторан, съешьте, чтобы вам так хотелось эмоционально. Это в основном удовлетворить вкусы, удовлетворить эмоции. А так пища-то нам не нужна. Меньше ешь, дольше живешь. И оказывается, наших праздников в году и всяческих дней рождений как раз наберется где-то 15, 20, ну 30, чтобы вам удовлетворить эмоции свои и какие-то ментальные воспоминания о питании традиционном, которое нас убивало. Но вы увидите, у вас исчезнут все виды болезни. Вот появится такое количество энергии, такое юностное состояние придет, которого уже ждет каждый, кому уже 35-37 лет. Я говорю о тех людях, которые вот у меня и такие, которые у нас 28 лет умерли, 31 год от рака груди женщины, девушка умерла, 35 лет парень умер от рака желудка и так далее. То есть все мы нуждаемся вот в этом чудеснейшем психофизическом состоянии в любом возрасте. Но мне сейчас в разы больше, чем те, кто умерли вокруг меня, друзья мои, знакомые, которым я пытался передать свой опыт, но они не слышали, не могли услышать. Те, кто сможет услышать через ваш канал, я буду очень рад поделиться. Есть у нас канал в YouTube «Расцвет активного долголетия». Заходите, вы там услышите много информации, полезной на тему, как расцветать, но не увядать. Ведь для увядания у нас несколько десятков лет, и нас нет. Как вы видите, жуткая статистика об этом говорит. Но для расцвета нет границ. Вот почему нам надо развернуть вектор нашего движения, не по наклонной вниз. А на самом деле, нас поставили на эскалатор смерти когда-то, и он нас везет туда. Что нас там ждет? Холмик и крестик, вы же можете это увидеть. Но надо развернуться и пойти назад, вопреки движения этого эскалатора. Для этого надо иметь много энергии. Вот. Что дает энергию? Переход на живое питание, которое не съедает энергию. А дает энергию. Переход на правильную воду, которую делает наш очиститель. Он делает воду, как высокогорье. Там антиоксиданты, там чистота, там молекулярная очистка великолепная. Там энергетика мощнейшая. Кислород, водород, озон. Все, что необходимо. Бульон из антиоксидантов, все, что необходимо нашим клеткам, чтобы уходили радикалы. И появляется живость нашего тела. Потому что радикалы – это недвижимость внутри нас. Чем больше радикалов, тем больше забиваются все фильтры, чем является человек. Фильтры почек, печени, селезенки, желчные пузыри и так далее. Все суставы наши фильтры, все сосуды наши фильтры. Все это забивается клеем мертвой пищи. Крахмальный клей, белковый клей. Это все можно убрать. И вот оно чудеса. Я не ем белков уже 33 года. У меня все шикарно с телом. Я сдал недавно на биоимпедансный анализ состава тела. И мне медики сказали, что у тебя биологический возраст 30-летнего спортсмена, который тренируется. И у меня… Я не пью жидкости уже два года. А у меня ее больше, чем когда я пил. И сушила во рту. У меня сейчас не сушат во рту. Вот что сделал наш очиститель. Подготовив тело, очистив тело, я сейчас могу испытывать великолепие. У меня… Я не ем белков, но у меня белков в верхней планке нормы. Я не ем никакие минералы. У меня минералы костной ткани. У меня выше нормы на 7%. То есть получается, что все это то, что работает, мой переход на всю эту систему, а мы собираем все сокровища, связанные с активным долголетием. Вот. И можете пробовать. И на себе у вас будет то же самое получаться, как это видно по всем, кто уже имеет подобный опыт в своих семьях. И он расцветает, сам человек, и вся его семья расцветает, перейдя на эти системы. Так что сон мой, он несколько минут. Вот. И то не каждый день. Потому что энергии так много, а все гудит внутри. Вы понимаете, это удивительно. Ведь люди обычно с годами теряют энергию, и все меньше и меньше ее. Вот почему люди уходят в сон во время горизонтального сна, и у них не хватает энергии выйти из этого сна, и они уходят в мир иной. 80% людей умирает в постели. Поэтому постель надо убрать из своего дома. А спать можно найти кресло, удобное, вертикально спинкой, и это классно. Столько высвобождается энергии, времени, чтобы заниматься любимыми делами, общаться с любимыми людьми, заниматься физическими нагрузками, которые приносят радость. Исследовать этот прекрасный мир, изучать его, нам все навстречу идет. Субтитры создавал DimaTorzok